Приветствую вас, дамы и господа, меня зовут Андрей, вы смотрите канал Технотерм. Редко на этом канале выходит видео про котельную, поэтому будем разбавлять контент. Очень весьма прикольный котельный, потому что здесь три этажа. На каждом этаже сделаны как теплые полы, так и радиаторы. Это личные пожелания клиентов, мы их с радостью удовлетворили. И плюс ко всему этот объект супер большой площадью для трех этажей. Целых 120, по-моему, квадратных метров или 120 небольшим, точные цифры не помню. Специфичный объектик, получилась весьма прикольная котельная, весьма нагроможденная. Но это опять же с учетом того, что на каждом этаже стоят как теплые полы и радиаторы. И сейчас в этом видео поделюсь, что и как сделали, почему применили именно так, почему здесь все так устроено и так далее. Короче, смотрите вступительную заставку и давайте к основной части уже переходим. Итак, переходим в нашу котельную. Вот так она выглядит. Как вы понимаете, здесь все офигительно светло. Видите, вот там пробито специальное окошко, добавлен свет, чтобы мы могли с вами снять. На самом деле, понятное дело, что это котельная. Сейчас будем тут химичить с светом. Свет номер 1 уже хорошо. Давайте супер наш студийный свет включим в номер 2, чтобы уже хорошо было. Вот такая котельная. Вот представьте, все набандурино здесь на площади 130 квадратов метров. Объект весьма специфичный. То есть он не в ширину по земле, он в высоту сделан. То есть здесь этажи примерно 45, условно 50 квадратов. Да, я округляю, не помню планировки. И здесь у нас применяются теплые полы с радиаторами на каждом этаже. То есть это было исключительное пожелание клиентов. Сделать на каждом этаже теплые полы и радиаторы. Хозяин данного объекта технически подкованный человек. Вот ему просто по кайфу все это. Вся вот эта техника, то, что вы здесь видите. Его тоже как бы у него вызывают положительные эмоции. Такие же, как и у нас. Смотрите, сколько здесь всего нагорожено. Применен готовый коллектор из нержавеющей стали. Это бренд Proxiter. В принципе, не сказать, что идеальные коллектора. Здесь по резьбе были понты. Так что Proxiter, если смотрите, мы перепрали там кучу ваших коллекторов. У наших местных поставщиков. Всеми коллекторами недовольны. Резьбы не очень. Применяется гидрострелочка по понятным целям. То есть это у нас гидравлический разделитель. Который отделяет контур газового котла. Который крутит. Собственно, там насос стоит. Мы его здесь отсекаем. Итак, смотрите. Здесь у нас получается. Три этажа теплых полов. Вот он. Низ. Вот они, два верхних этажа. Здесь применяются у нас радиаторы отопления. Также у нас один насосик работает на три этажа. Сейчас расскажу подробнее. В принципе, применяется бойлер костяного нагрева. Бахарский. Хороший, клевый бойлер. Эмалированный. Не нержавейка. С большущим теплообменником. Но здесь у нас площадь небольшая. Соответственно, котел тоже стоит небольшой. Скала-2. Всеми хорошо известная. Купленная еще по адекватным ценам. Клиенты молодцы. Затаривались очень давно. Вот только сейчас дошли до котельной. Вода здесь не водопроводная. Не центральный водопровод. Поэтому базовая система очистки у нас тут стоит. Грубая. Более мелкая. Соответственно, обеззараживание. А потом уже насосик на три этажа. Все это гонит. Ваш любимый. Самый всеми любимый. Полипропиленчик. Есть у него, конечно, мелкие нюансы здесь по котельной. Пишите в комментариях, что заметьте. Будет интересно. Но почему полипропилен? Во-первых, мы тут не любим делать из нержавейки. Вернее, мы бы полюбили. Просто для наших клиентов это не совсем доступно. И нержавейка не всегда в адекватном объеме в наличии. Ну и, честно говоря, опыта работать с ней нет. Металлопаст мы любим. Но с металлопастом тоже перебой с поставками. Здесь бы можно было все закатать металлопаст. Но, блин, то диаметра подходящего, то фитингов, то еще что-нибудь. Ну и плюс ко всему полипропилен. Удобно просто. Хоть я иногда высказываюсь о нем негативно. Но я всегда говорил, что по наружке полипропилен это добро. Вот в стяжку заливать. Смотрите, сколько тут стыков. Вот. На одном квадратном метре. Смотрите, понятно, что это концентрация котельная. Вот смотрите. Кругом стыки, кругом спайки. Вот представьте, в стяжке у вас все это лежит. Какова вероятность, что у вас что-нибудь где-нибудь побежит. Поэтому полипропилен, по мне, клевая вещь, если с ней обращаться по наружке. Опять же, что-то где-то накосячили. Ну, как здесь вот получилось. Здесь чуть переделывать пришлось. Ну, вот так получилось. Последствия можно перепаять, сделать покрасивее. Но опять же, это все вопрос конечных уже претензий. Если они будут, если сам сантехник будет недоволен, клиент, всегда это можно переделать. Здесь у нас водичка сделана, холодная, рециркуляция, по-моему, посередине и горячее водоснабжение. Бачок у нас 12 литров здесь стоит. Он у нас с брачком небольшим. Сейчас посмотрим. Видите, тут водичка у нас стоит. Будем менять сейчас. Это что у нас такое? Это у нас на ниточку, да, подмотано. Водичка стоит. Сейчас вот как раз закончу видео. Будем менять и уже завершать этот объект. Здесь у нас, вы, если обратите внимание, нету нигде котла. Но на самом деле есть. Вот так, если следить за этой магистралью, проходить суперский студийный свет, закроем его пальцем. На рукой даже. И вот у нас всеми любимый Протермоскат. Газа здесь не предвидится в ближайшее время, поэтому основа будет электрический котел. Электрический котел у нас Протермоскат. Как я уже сказал, с фугасом. Вообще, кто додумался вот этот модуль назвать у Протерма фугасом, просто объясните мне. Почему именно фугас? Почему не комплект подключения для бойлера? Почему не все вообще оживотина? Все, все, блин, сказал так оживотина. Все с животными связано. А здесь фугас. Ну, назвали бы его там гусеница, там таракан. Это скат, пантера, ягуар, как они любят. Почему фугас? Ну, это комплект для подключения бойлера. Бойлеры вы уже там видели. Что можно сказать? Почему котел здесь стоит? На самом деле, куча нюансов. Первое, исключительное пожелание клиента. Второе, он у нас дружит с электрикой. Поэтому как-то все по-своему будет делать. Там силовой кабель проходит монолитный. Как я понял, с ним целый геморрой его прокидывать. Поэтому здесь он проходит. Здесь его и подключили. Котел трехфазный, 12-киловаттный. Здесь у нас на месте вот этих замечательных коробок будет стоять угольный котел. То есть мы его здесь еще не поставили. Это у нас последний этап уже будет. Там будет выходить по наружке дымоход, сэндвич. Но сейчас котел тоже опять же продумал, какой купить. В принципе, вариант нашли. У нас здесь, ну, грубо говоря, в нашем регионе нет особого развития культурных твердотопливных котлов. Поэтому будем ставить из того, что есть. Рубль большой, дорогой. Мы живем не в России. Поэтому с Россией что-то привозить. Но, честно, бешеных денег все стоит. Я уже неадекватных. Поэтому ищем что-то у местных, да, производителей. Так, вот это, честно говоря. Даже я запутался, откуда это выходит. Надо будет ковыряться. Это, видимо, у нас где-то там шахта проходит. Скорее всего, насколько я помню. А, да, там дом какой-то такой диагональный идет. По-моему, я уже, кстати, этот котельный, как вы поняли, делал не я. Делал наш монтажник. Леха. Леха супер парень. Поэтому Леху хвалим. Только хвалим. Он, как и любой сантехник, старается. Ну, не как и любой. Как любящий свою работу, старается сделать все хорошо. Итак, смотрите. Здесь у нас трехходовые клапана. Ватсовские. На самом деле, они предназначены для фэнкойлов. Но мы их применили для теплого пола. Какая будет схема? То есть, здесь у нас поэтажно стоят термостаты. Два штуки. Второй и первый этаж, соответственно. Площадью 45-50 квадратов этажей. Соответственно, смыслом по комнатной делать регулировку. Фигачить сервоприводы на коллекторе. Я никакого не вижу. Было решено взять, подключить сюда сервопривод. И сюда, соответственно. И, соответственно, использовать термостат с датчиком пола и датчиком воздуха. Как только сигнал от термостата будет поступать о том, что теплый пол нагрелся. Здесь будет происходить перекрытие. Соответственно, контур будет работать сам на себя. Здесь ровно то же самое. А вот здесь у нас система хитрее. Здесь у нас применяется трехходовой клапан Джакомини. Он не совсем, опять же, для теплого пола. Но он предназначен вообще для горячей воды. У него ключевой минус. Я не помню его стартовую температуру. Что-то, по-моему, в районе 35 или 40 градусов у него стартовый подмес идет. Поэтому он больше для горячего водоснабжения предназначен. Но кто сказал, что он не пойдет для теплого пола? А почему его здесь применили? Потому что подвал, вот они у нас тут, контура, целых два штуки, два контура, у нас здесь никак не регулируется. В принципе, регулировка точно тут не требует. Здесь помещение непостоянного, как правильно сказать, потребления, присутствия людей. Здесь, по-моему, будет сална и все. То есть, где-то здесь, по-моему, здесь еще сделают. Тоже пока продумают, какое помещение здесь будет. Здесь, понятное дело, что вот эта котельная станет. Возможно, здесь что-то типа бильярда, пинг-понга поставят. То есть, помещение будет, скорее всего, тоже так же эксплуатироваться. Если обратите внимание, здесь контур один запасной. Для чего это сделано? Если вдруг вот эта батарейка у нас не будет справляться, смотрим. То, соответственно, поставят еще одну, только уже по наружке. Применяются термоголовки, термостатический комплект. Это тоже у нас Джакамини. Стоит только вот здесь, потому что здесь, как таковой, ремонт пока продолжаться не будет. На остальных этажах пока термостатика не подключена. Соответственно, тут у нас, видимо, не было двоечек или три контура планировалось. Осталось два. Скорее всего, такой косячок был. А здесь у нас точно запасной стоит. Здесь General Fittings Collector. Здесь Люксуровский, итальянский. Стоят насосы Villa Atmos. Здесь и здесь. Это, по сути, Villa Star RS. В новой оболочке уже частотные идут. Чуть-чуть дороже стоят, поэтому было решено поставить их. Энергопотребление достаточно низкое. Две функции всего. Постоянное давление, переменное давление. То есть на радиаторы лучше переменное давление, а теплый пол. В нашем случае можно использовать постоянное давление. На радиаторы, на все три этажа. Тут тоже коллекторно-лучевая разводка. Стоит один насос. Рискнули, поставили восьмерочку, потому что переживали, что в шестерочке не хватит. Восьмерочки за глаза хватает. Проток бешеный. Балансировка, все нормально. Подача, обратка, разность на температуру адекватна. Остались довольны. Чтобы вы понимали, у нас сантехник тоже такой достаточно заботливый. И вот он очень сильно наставил. Не ставить вот этот насос, а поставить какой-нибудь дешевенький. А не Villa Atmos. Почему? Посмотрите, куда он идет. Всего два контура. Он говорит, блин, ребят, ну нафига вам такой дорогой насос? Давайте поставим какой-нибудь попроще. Китайский, адекватный. Ну, сейчас полно всяких китайских брендов, которые, в принципе, не стыдно поставить тоже. А этот стоит два с половиной раза дороже хорошего китайского насоса. Клиент такой, нет, не пойдет. Клиент сам тащится по всей этой технике такой. То есть, он сам любит закупать инструменты. У него куча всякого брендового инструмента. И вот эти вещи его, грубо говоря, прикалывают. То есть, в плане того, что вот стоит клево, надежно проверенная, известная марка. Ну, как-то душу греет это все. Поэтому здесь на два контура стоит тоже вилла Атмос. Электрика прокинута временно. Клиент впоследствии самостоятельно, как я понял, будет все это переделывать. То есть, под себя так, как нужно. Он сказал, сделайте все мне временное. А дальше я все сделаю так, как это нужно. В принципе, такая вот котельная. Не знаю, все ли я рассказал или нет. Ион-обменная смола. Это на подпитке стоит. Не забывайте, тут уже редуктор давления, который у нас будет. Как раз таки, чтобы у нас тут гидроударов не было. Редуктор давления был поставлен. Это тоже итальянский офичинеригамонти. Здесь, короче, в принципе, вся арматура европейская. Пластик наш родной, советский. Который мы все потребляем. Другого у нас, в принципе, нет. Но советский, понятный ровни, это российский полипропилен. Вот так вот он весь выглядит. Возможно было это, конечно, как-то, возможно, покрасивее сделать. Но мне такая картинка тоже нравится. В чехле выглядит достаточно неплохо. Понятно, что радиатор и разводка у нас уже там металлопластиковая труба идет. На теплый пол у нас полиэтилен термостабилизированный идет. Второго типа с кислородным барьером европейская труба. В целом, довольно, вот уже несколько дней объект работает. Все клево, клиенты счастливы. Печально отсюда уходить. Ну, еще придем чуть попозже. Наш сантехник будет ставить здесь угольный котел. Потом пофотографируем, выложим у себя в профиле. Запрещенные в России социальные сети. Инстаграм у нас пока она не запрещена. Вряд ли, наверное, когда запретят. Поэтому пока у нас все движения происходят там. Короче, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот вам общий план. Найдете косички, пишите про них. Возможно, мы что-то не заметили. Здесь косички действительно есть, как я уже говорил, какие-то вещи хоп-хоп-хоп по ходу дела переделывались. Ну, вот я вижу, такое я не люблю. Вот это я не люблю. Ну, и сантехник наш это тоже не любит. Леха, говорю, вообще парень аккуратный. Но какие-то вещи экстренно переделываются и становятся такие. Плюс полипропилена, что всегда-всегда-всегда это можно за копейки переделать. Час работы и еще будет все красивее. Объект очень сильно удален. Поэтому какие-то вещи, ну, хочется уже оперативно сделать. Ты едешь в ближайшую точку, чтобы что-то в магазине купить приличное. Ты спускаешься 20 километров по очень загруженной трассе. Тратишь на это условно 2-3 часа просто, чтобы в город спуститься. В город сплошные пробки. То есть, ты еще в город уезжаешь, там в пробоках стоишь до ближайшего магазина. Короче, какие-то вещи делались с, ну, грубо говоря, с осознанным решением. Сделать именно так, чтобы уже как-то завершить объект, запустить. А там впоследствии будут видно, нужно это переделывать или нет. В общем, меня зовут Андрей. Вы смотрели канал Технотерм. Если ролик понравился, если есть вопросы, пишите обязательно об этом в комментариях. Если все клево, все нравится, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Контент у нас такой выходит не с регулярной постоянностью, но он всегда выходит, поэтому если что-то выйдет, вы обязательно об этом узнаете, если будете подписаны. А первыми вы об этом узнаете, если еще нажмякаете на колокольчик. В принципе, вот это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня зовут Андрей. Я за кадром. Вы смотрели канал Технотерм. До встречи в новых наших видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.